Всем привет, вы смотрите новости ММА, а меня зовут Андрей Антонов. Хабиб обратился к болельщикам и всем, кто следит за ним в социальных сетях, чтоб люди не забывали носить маски. Такое непростое для нас время, друзья. Одевая маски, не забывайте, что есть люди, которые видели вас без масок. Этими словами Хабиб еще раз напомнил, что нужно подумать об окружающих. На своем примере он знает, что ковид забирает жизни самых близких людей. Хабиб потерял отца Абдулманапа из-за осложнений, связанных с ковид. Поражение нанесло такой тяжелый эмоциональный удар Хабибу, что он ушел из ММА после победы над Джастином Геджи. Это было на турнире UFC 254. Вот такой была речь Хабиба, завершающего карьеру. Это был мой последний бой. После того, что случилось с моим отцом, когда UFC позвонили мне по поводу боя с Джастином, я три дня разговаривал с мамой. Она не хочет, чтобы я дрался без отца, но я пообещал ей, что это будет мой последний бой. Если я даю слово, я должен следовать этому. Это был мой последний бой здесь. Ничто и никто не может вернуть меня. Вы знаете, друзья, что из-за ковида сорвался долгожданный бой Хабиба и Тони Фергюсона. Они планировали встретиться на UFC 249 за титул чемпиона в мае 2020-го. А вот тот момент на дуэли взглядов, когда Хабиб пнул пояс, особенно запомнился болельщикам. Всего их бой пять раз срывался. К сожалению, поединок так и не состоится. Тони все еще подшучивает над Хабибом про Термесу, но шутка уже сама себя изжила. А многие отмечают, что если бы парни встретились сейчас, то Хабиб не оставил бы шансов Тони. Фергюсон заметно сбавил, в то время как Хабиб, по словам парня из команды, все еще в отличный. У Чарльза Оливейры, конечно, есть повод радоваться. Он чемпион, который перемолол парье, сохранил пояс и еще его номинировали на премию года. Добронгс отреагировал на сообщение официального твиттера UFC Asia, в котором он был среди четырех бойцов, соревнующихся за награду «Лучшее возвращение года». Кроме Оливейры, также на премию претендуют Маркес, Двалишвили и Энтони Эрнандес. Кто из этого списка заслуживает твоего голоса, напиши, друг, в комментариях. А недавно комментатор Джо Роган похвалил Чарльза Оливейру за его нелегкий путь в UFC и восхождение к чемпионству Рогана, ценил настойчивость празильца. Роган видит в Оливейре угрозу для всех ребят в легком весе. Говорит, что за счет навыков в грэплинге и ударке Оливейра способен одолеть любого. В то же время на подходе к титульнику Ислам Махачев, который славится своей разносторонней техникой. Так что скоро узнаем, кто по-настоящему универсальный боец. Если все сложится так, как говорят в команде Хабиба Нурмагомедова, то к концу 2022-го чемпионский пояс в легком весе вернется в Россию. Джон Джонс принял сделку о признании вины в суде Лас-Вегаса, связанную с инцидентом 24 сентября в том же Лас-Вегасе. Все это стало известно из источников онлайн-записей суда. Первоначально Джонсу было предъявлено обвинение в нанесении вреда автомобилю и бытовых побоев. Во время ареста Джонс разозлился, разбил голову о капот полицейской машины и тогда был большой скандал. Теперь Джону Джонсу не грозит тюремное заключение, это уже точно. Кажется, что он раскаивается и призывает других делать добро. Джонс обратился к болельщикам на видео с просьбой помочь людям вокруг, накормить бездомных, дать денег нуждающимся или просто позвонить тем, кому давно не звонили. Сейчас Джонс должен держаться подальше от неприятностей, выплатить штраф в размере 750 долларов и посещать психоаналитика, который поможет ему с управлением гневом. А сама идея делать мир вокруг лучше и добрее, конечно же, очень достойная и правильная. Присоединяюсь к этой инициативе. Уверен, что сегодня ты поможешь. А завтра помогут тебе. Что касается Джонса, надеюсь, что он поборет свои вредные привычки и станет на путь исправления. Дэн Хукер дает Джону Джонсу язвительный лайфхак. Он обратился к нему со словами «Если ты не будешь избивать свою жену, семейные праздники будут более приятными». Словесные перепалки между Хукером и Джонсом продолжаются. До этого Джонс подстегнул Хукера за то, что тот был близок к тому, чтобы сделать себя популярным, сделать себе имя, но потерял эти возможности и теперь никогда не достигнет величия». Это Джонс сказал о Хукере. Алжамейн Стерлинг грозится расправиться с Петром Яном. Стерлинг стал первым бойцом в истории UFC, друзья, и вы это прекрасно знаете, который был коронован чемпионом из-за дисквалификации своего соперника. Алжамейн в Твиттер написал «Яна ждет рождественские пиздюли в начале 2022-го. До скорой встречи, мой русский заклятый враг». Ответа от Пети пока что не последовало, но я уверен, что в скором времени он даст достойный ответ в своем стиле. Стерлинг все еще долечивает свою шею, и по словам Даны Уайта, весной они с Яном встретятся в объединительном поединке. Стерлинг чемпион, а Петр Ян владеет временным титулом. А в интервью для Испен Стерлинг говорит «Я думаю, что мы оба конкуренты высокого уровня, и мы оба хотим заткнуть рот друг к другу. Я не могу дождаться возможности доказать, на что я способен. Я уважаю его и его семью, и все, что они сделали. Они упорно трудились, чтобы быть там, где они есть, и в конце концов, мой ему респект. Это тяжелый вид спорта. У нас было много нерешенных дел, и я не могу дождаться, чтобы заткнуть этого парня навсегда». Петя в прошлых сообщениях высмеивал Стерлинга, называя его клоуном, что он позорится, избегает боя, поступает не по-чемпионски. Поверим словам Уайта и ждем их реванш этой весной. Как думаете, друзья, кто победит в реванше? Сможет ли Стерлинг подобрать ключи к тактике Петяна? А мы с вами увидимся в новом выпуске новостей. Я стараюсь, чтобы вам было интересно, и вы всегда были в курсе самых свежих событий. До скорого!